Атомной промышленности России исполнилось 75 лет. Юбилей был отмечен 20 августа и привлек внимание как специалистов отрасли, так и многих неравнодушных россиян. В Десногорске торжества были продолжены и на следующий день награждением ветеранов атомной отрасли. После затяжной пандемии зал Центра культуры и молодежной политики вновь открыл свои двери. 21 августа там прошла церемония награждения ветеранов атомной отрасли. Тех, кто большую часть своей сознательной жизни, отдал Смоленской АЭС. Начиная с 1982 года, атомщики Смоленской АЭС вносят свой вклад в атомную промышленность России, которая накануне отметила 75-летний юбилей. Градообразующее предприятие Смоленская АЭС преображает и город-спутник Десногорск. Корпорация «Росатом» – это не только один из глобальных мировых лидеров, но и надежный, социально ответственный партнер для нашего города. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, глава Десногорска Андрей Шубин, а также почетные гости вручили ветеранам памятные награды. Юбилейные медали Госкорпорации «Росатом» – 75 лет атомной отрасли России. Награждены более 15 человек – членов общественной организации ветеранов и пенсионеров Смоленской АЭС, деятельность которой в лице руководителя Раисы Злокомановой отмечена благодарственным письмом. Праздничную программу продолжили выступления вокального проекта «Новые голоса», а также заслуженной артистки России Светланы Креницкой. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.